Привет! Я нахожусь на региональном базовом семинаре, где представлен потребительский кооператив. И среди всех участников я нашел вот этого человека, вот прекрасную девушку, на секундочку, которая является 14 раз пайщиком. У кого-то два, например, у меня. У кого-то три. Здесь 14. Инна, доброе утро. Доброе. Как вы к этому пришли? Руслан, я долго к этому шла, конечно, несколько лет. Но могу сказать одно, что когда я стала больше разбираться с этим инструментом, мне он очень понравился. И я уже сейчас три объекта купила, остальные у меня стоят на данный момент в очереди. И этот инструмент, он помогает аккумулировать средства, накапливать. И таким образом дальше переводить эти средства в капитал и в недвижимость, в конвертирование. То есть я выводила определенную схему для создания капитала и его материализации в объекты. То есть вы занимались профессионально инвестированием или вы все-таки с недвижимостью связаны в контакте с Угрей и Элдором? Нет, я занималась производством автомобильной электроники и упаковки до этого. А с 2013 года стала заниматься инвестициями только. И инвестировала и в недвижимость, и в другие инструменты. Очень долго искала, когда познакомилась с компанией. Мне очень понравились те инструменты, которые предлагает компания. И с удовольствием инвестирую. Ну как, если ты чем-то занимаешься, то у тебя этого должно быть много. Я подумала, что если много у меня будет кооперативов, это очень хорошо. И много недвижимости будет. Это же здорово. Тем более за 35% от стоимости. Это же хорошо. Главное понимать, как считать доходность. Проблема-то в чем? Почему люди не понимают разницы между ипотекой и кооперативом? Если правильно делать расчеты и правильно считать доходность на 35%, вкладывать, можно купить вместо одного объекта три объекта. И таким образом это будет очень доходно. И через 10 лет у вас будет вместо одного три объекта. То есть если вы больше будете думать как инвестор, тогда у вас все будут размножаться. Отлично. И кооперативы, они же подразумевают оплату. Да. Но это как платежи комфортные? Ну, платежи достаточно комфортные. При этом это такой модель, как обязательные платежи, которые заставляют, и часть капитала оставляют накапливаться. То есть кто-то, например, для меня кредиты и инструменты, как кооператив, это помогают аккумулировать средства. Потому что все, что ты не зарабатываешь, ты будешь тратить. А так ты аккумулируешь, накапливаешь и выводишь это в материальный объект. Классно. Еще спрашивают, знаете что, гарантии. То есть люди мало кто знает об этой вообще программе, мало кто знает. И первый вопрос, а какие гарантии? Ну, кооперативы вообще существовали всегда. И еще в 50-х годах, и Сталин возрождал кооперативное движение, артели. Но с приходом Хрущева, как бы, эту тему забыли и практически уничтожили. Потом было снова возрождение кооперативного движения. Ну, это старое, забытое. И это регулируется законодательством. И в то же время, если внимательно и правильно изучать закон, то там все гарантии прописаны. Ведь кооператив это все мы. И, ну, как сказать, это же, если на всех нас зарегистрирована недвижимость, то это не есть гарантии. То есть кооператив, это не коммерческая организация. Я тоже долгое время не понимала вообще сути кооператива. Я два года разбиралась для того, чтобы понять, насколько здесь действительно есть гарантии, и как с этим можно работать. И когда я понимала, что все деньги пайщиков находятся в ликвидных объектах, то что может быть больше гарантии? Еще мне понравилось то, что человек может сразу зарегистрироваться, прописаться в этой недвижимости. И комфортно наплачивать в течение 10 лет. Это тоже очень огромный плюс. Еще мне очень понравилось то, что в тех объектах, даже которые куплены, вы можете всегда забрать деньги. То есть это очень ликвидный инструмент, в отличие от ипотеки или других инструментов, потому что в любой момент вы можете забрать деньги. И в течение двух месяцев, даже если вы купили уже объект, или вы плачиваете, вы всегда можете забрать деньги. Поэтому с этой точки зрения этот инструмент очень ликвидный. В течение двух месяцев вы никогда с квартиры или с ипотеки деньги не вытащите. Даже если вы купили, или только накапливаете. У вас есть такое условие. Это огромнейшее преимущество в отличие от других инструментов. Поэтому так. Мне нравится. Благодарю, Лена. И осталось пожелать, наверное, еще столько же, да, оперативов. Спасибо. Столько недвижимости. Как говорится, недвижимости много не бывает. Мне тоже так было. Друзья, смотрите всегда немножко шире. Ищите возможности на рынке. Мы говорим сейчас о выгодном приобретении жилья. Благодарю, Лена. Спасибо.